Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, моё обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине. Говорить придётся обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьёзный. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. Ещё раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными семейными узами. Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до 17 века, когда часть этих территорий воссоединилась с российским государством. И после. Нам кажется, что в принципе мы всё об этом знаем, что речь идёт об общеизвестных фактах. Вместе с тем, для понимания того, что же всё-таки сегодня происходит, для объяснения мотивов действия России и тех целей, которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы несколько слов сказать об истории вопроса. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал. Затем, накануне и после Великой Отечественной войны, уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом, в качестве своего рода компенсации, Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий. А в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины. Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на начальный период создания СССР. Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти придётся, что называется, издалека. Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей, затем, Гражданской войны, большевики приступили к строительству новой государственности. И между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты генерального секретаря ЦК РКПБ и народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации. То есть, предоставляя республикам, будущим административно-территориальным единицам, широкие полномочия при их вступлении в единое государство. Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл, независимцам. Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве нации на самоопределение вплоть до отделения, и были положены в основу советской государственности. Сначала в 1922 году закреплены в Декларации об образовании Союза СССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года. Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из них, на самом деле, главный. Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные административные единицы Союзной Республики, огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России. Более того, по факту этим административным единицам придали статус и форму национально-государственных образований. Вновь задаюсь вопросом. Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали? Да еще и наделять Республике правом выхода из состава единого государства. Без всяких условий. На первый взгляд это вообще непонятно. Безумие какое-то. Но это только на первый взгляд. Объяснение есть. После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на все. И на унизительные условия Брестского мира. В то время, когда Кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении. А исход Первой мировой войны был фактически предрешен. И на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны. С точки зрения исторических судеб России и ее народов, Ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. Конечно, события прошлого уже не изменить. Но мы должны хотя бы сказать о них прямо и честно. Без всяких оговорок, да и без всякой политической окраски. Могу от себя только добавить, что соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности. Никого и ни в чем сейчас не обвиняю. Обстановка в стране в то время и после Гражданской войны, накануне, была невероятно сложной, критической. Сегодня хочу только сказать о том, что все было именно так. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.